здравствуйте дорогие телезрители сегодня мы опять в эфире у нас очередной выпуск программы разговор о медицине сегодняшняя наша тема называется так летний всплеск кишечных инфекций или как не попасть больницу и сегодня у нас гостях главный детский инфекционист ульяновской области смолин алексей юрьевич и мой первый вопрос звучит так правда ли что в летнее время отмечается увеличение количества детей заболевших кишечной инфекцией добрый день действительно каждый летний сезон характеризуется скажем подъем заболеваемости кишечными инфекциями и чаще конечно болеют дети в этот период это связано с рядом факторов это связано и с погодными условиями на с появлением фруктов овощей свежих возможностью приобрести их на улице на развалах вот и учитывая жаркую погоду отсутствие возможности обработки этих продуктов до свежих и большим желанием их употребление здесь сейчас да есть вероятность заражения различными инфекционными кишечными инфекционными заболеваниями кишечными инфекциями ну и чаще этим конечно страдают дети это из года в год происходит принципе закономерно и вообще кишечные инфекции имеют особенность сезонности своей да это весенний летний летний осенний период ну тогда раз уж мы коснулись этой темы хочется следующий вопрос задать каковы симптомы кишечной инфекции и чего следует опасаться родителям ну все кишечные инфекции в принципе протекают примерно по одному сценарию основными проявлениями симптомами кишечных инфекций является высокая температура подъем температуры появление рвоты появление жидкого стула слабость у детей особенно раннего возраста отказ от еды отказ от питья боли в животе вот в принципе это основные как бы симптомы начала инфекции опасаться первую очередь стоит конечно тяжелых проявлений да и они чаще всего развиваются через день-два после начала кишечной инфекции и если затягивать с обращением за медицинской помощью неправильно относиться к этим инфекциям неправильно их лечить домашних условиях особенно конечно могут развиться ряд осложнений который может привести к тяжелым последствиям а тогда какова первая помощь вообще какие вот нужно предпринять шаги чтобы помочь ребенку ну вообще основное при кишечных инфекциях зависит от симптоматики если это высокая температура то есть это дача жаропонижающих но это в первую очередь до обращения за медицинской помощью диета и выпаивание обильное питье это могут быть различные растворы начиная с воды чистой кипяченой воды да или бутылированной воды без газа и если есть такая возможность выпаивания различными солевыми растворами но они есть фасованные уже в аптеке продаются да можно самим сделать из воды соли сахара вот и конечно же в ближайшее время обращаться за медицинской помощью к специалисту который может оценить состояние ребенка и решить вопрос можно ли лечить его домашних условиях либо нуждается он госпитализации решение конечно чем раньше это будет решение тем будет исход благоприятнее для данного заболевания а как правильно кормить ребенка вот он заболел кишечной инфекцией как правильно кормить если это дома ребенок находится то есть состояние его позволяет находиться дома в облаторных условиях как правильно кормить на первых парах дети мало едят да потому что здесь симптом интоксикации какая бы она выражена не была инфекция да возможно рвота дети боятся есть боятся пить из-за того что появляется рвотный рефлекс они боятся что и будет питание будет напрямую зависимости от состояния и от симптоматики да вот питание должно быть диета должна соблюдаться то есть это должно быть дробное питание небольшими порциями да тот объем который обычно дети съедают в обычных условиях здоровом состоянии вот они должны должны конечно уменьшаться ну там по-разному зависимости от возраста ребенка там от трети до половины объема обычного кормления обычного питания еда должна быть легко осваиваемой да то есть нужно исключать молочную продукцию чистую молочную продукцию молоко молочные каши и но его молоко вообще в любом виде желательно конечно если без молочной продукции не может ребенок находиться да это кисломолочная продукция рекомендуется кефир ряженка ну йогурты да то есть такие чтобы они не обладали раздражающим каким-то эффектом исключается фрукты свежие свежие овощи такая клетчатка грубая которая может раздражать кишечник и ну не позволять быстрому выходу из этого состояния естественно все сладости все такие продукты которые дети часто любят в разном возрасте вот это диета должно соблюдаться на протяжении всего процесса лечения неважно дома находится ребенок либо стационаре находится и обильное питье это самое главное самое главное это вода для ребенка потому что чаще всего с температурой с рвотой жидким стулом теряется вода и соли теряются то есть обезвоживание конечно да и основным как раз осложнением таких заболеваний является обезвоживание когда нехватка выход жидкости из организма превалирует над его поступлением этого нельзя допустить если этого не до спуститься то в принципе даже в домашних условиях можно это все компенсировать и не допустить даже ребенка до госпитализации чего в общем-то вам желаем 아essio и существуют ли какие-то вакцины от кишечной инфекции да да для ряда инфекций существуют вакцину потому что они могут быть вирусной инфекции чаще всего последнее время вот последний десяток лет до над всеми кишечными инфекциями превалирует вирусные инфекции то drain of golden инфекции нора вирусной инфекции ряд других вирусных состояний энтерою вирусной может быть инфекции тогда и реально других и бактерионе инфекции такие как дизентерия, сальмонеллез, шерихиоз, кампилобактериоз. Есть вакцины для ротовирусной инфекции, РТАТЭК, самая известная. К сожалению, она еще пока не внесена в календарь прививок в нашей стране, но, в общем-то, к этому все идет. Но желающие могут самостоятельно в медицинских центрах вакцинироваться этой вакциной и в какой-то мере защитить ребенка не столько от заболевания, сколько от осложнений этого заболевания и от возможной госпитализации в стационар. Есть вакцина еще от дизентерии, но это сугубо специфическая. Она применяется для поваров, для людей, которые декретированы группой и непосредственно связаны с пищевыми продуктами. И вакцинация происходит только по эпид-показаниям. Против других, к сожалению, мы не имеем вакцин. Тогда вот следующий вопрос такой мой будет. Скажите, пожалуйста, а вообще, раз мы уже коснулись вакцинации, ваше отношение именно к вакцинации и вообще стоит ли действительно родителям... В последнее время есть какие-то мнения, что вроде бы то надо вакцинировать ребенка, то ли не надо, есть много противников, сторонников. Вот я как врач сам считаю, что, конечно, вакцинировать надо, потому что это все-таки предупреждение тех осложнений. И те осложнения, которые бывают при инфекционных заболеваниях, вы сейчас подтвердите это, я надеюсь, они гораздо намного тяжелее, да, и вообще по сравнению с теми осложнений, которые могут быть после вакцинации. И они намного реже, правильно, после вакцинации осложнения? Безусловно, ну я как и врач, как специалист в этой области, да, естественно, я за вакцинацию, да, но она должна быть разумной и в правильные сроки. С этим нельзя не торопиться, не опаздывать с вакцинацией. Есть календарь прививок, да, он придуман на основании множества исследований, да, и не зря эти группы распределены по возрастам вакцин. И, естественно, ранняя и правильная вакцинация предотвращает не только заболевания и развития осложнений, но вакцинируясь, мы защищаем окружающих себя, потому что у ряда пациентов, у ряда людей, да, есть противопоказания для вакцинации. Но находясь в общем коллективе, при общении с людьми, мы, не вакцинируясь, можем заразить этих людей. Если мы переболеем, допустим, не тяжело этой болезнью, то не вакцинированный, да еще и скомпрометированный какой-то, да, человек, ребенок особенно, да, конечно, может переболеть очень тяжело и вплоть до тяжелых осложнений и последствий. А в первую очередь, конечно, защита от осложнений и даже в первую очередь от смертельного исхода. Ну, то есть лучше всегда лишний раз проконсультироваться со своим врачом, и он всегда разъяснит, объяснит именно индивидуальный подход к каждому ребенку. Это, безусловно, должно быть индивидуально, да, и если человек не получает той информации, которая может убедить его для того, чтобы решить для себя, да, нужно вакцинироваться. Он начинает искать информацию в других нуждах. Так вот нужно искать информацию даже в сети интернета, в каких-то печатных продуктах, да. Конечно, можно и нужно это все читать, да, но в первую очередь, конечно, нужно обращаться к специалисту, который занимается непосредственно вакцинацией. И который несет за вас ответственность непосредственность. И который несет ответственность. Это может быть как участковый терапевт или педиатр, да, но есть специалисты, которые занимаются непосредственно вакцинацией, да, иммунологией и аллергологией и так далее, да. То есть есть центры, которые занимаются вакцинацией. Если нет какого-то компонентности, какой-то доверия с своим врачом, да, конечно, можно обратиться к специалисту, который популярно объяснит, для чего это нужно, нужно ли в данном случае данному человеку, да. И вплоть до того, что распишет график вакцин, да, вакцинации, и будет контролировать, как это все происходит. И тогда будет понимание между пациентом, да, и врачом. И не будет лишних вопросов и желания у кого-то другого проконсультироваться. Алексей Юрьевич, а вот скажите, в последнее время появилось такое понятие, как летний грипп. Существует ли такой вообще диагноз? Ну, мы с вами знаем, что такого диагноза нет, конечно. Давайте вот с вами развенчаем этот миф, что такого диагноза, наверное, нет все-таки, да, но чтобы телезрители знали, что такое, что это за понятие летний грипп? Ну, летний грипп, это не в последнее время появилось понятие, уже давно оно муссируется, да, и как бы вот больше это понятие не специально, между специалистами, да, а между обывателями, понятие летнего гриппа. Чаще всего под это понятие подпадают такие кишечные инфекции, как ротовирусные, норовирусные, астровирусные. То есть инфекции, которые вот именно вирусные, которые протекают… Ну, и схожи с гриппом. Не как бактериальные инфекции, да, а как, ну, схожи с гриппом. Потому что грипп тоже может протекать и с поражением кишечника, и с жидким стулом, с рвотой, интоксикацией выраженной, да. Вот эти инфекции, они схожи по течению, и примерно только разница в том, что грипп у вас появляется в осенне-зимний период, да, а вот всё-таки вирусные кишечные инфекции чаще это весенний-летний период и летний-осенний период. Ну, и вот по схожести картины клинической назвали его летним гриппом. Ну, здесь масса, скажем так, причин названия такого понятия, да, и его вхожести, да, в наш обиход. Хотя специалисты таким понятием не апеллируют. Ну, и в заключении нашей программы, может быть, ещё вот пару слов сказать о том, как следует всё-таки вести себя родителям, чтобы уберечь своих детей от кишечных инфекций. Ну, безусловно, первое правило профилактики кишечной инфекции – это соблюдение личной гигиены. Причём на всех этапах, начиная, как проснулся, да, вымыл руки, почистил зубы, и как перед сном ложиться, да, почистил руки, вымыл руки, почистил зубы. То есть, правильные такие навыки надо сразу сформировать? Сформировать с раннего детства, конечно, детям нужны навыки соблюдения личной гигиены. Особенно в местах общего пользования, да, это кинотеатры, это детские сады, это школы. И особенно, когда ребёнок особенно, да, прикасается к дверным ручкам, да, особенно в местах общего пользования, да и дома тоже. Это и туалеты, да, и холодильники, и дверные, входные двери. В транспорте, в общественном тоже есть вероятность заражения кишечными инфекциями, особенно вирусными инфекциями. Вот употребление в пищу продуктов, если они, это фрукты, овощи, да, свежие, немытые, это тоже риск заражения кишечными инфекциями. Безусловно, такие продукты должны быть обработаны. Ну, если не термические, да, то хотя бы проточной или кипячёной водой. Употребление воды некачественной, это один из путей передачи кишечных инфекций, в том числе вирусных инфекций. Вода должна быть либо кипячёная, либо бутылированная, да, и которая стояла там неделю открытая на подоконнике, да, свежая, только что открытая. Это тоже нужно детям прививать, такие навыки, потому что... И ещё момент такой, дети очень любят, особенно когда они играют на улице, да, пить из одной бутылки. У каждого ребёнка должна индивидуально быть вода своя, своя бутылка воды. То есть, к этому тоже надо приучать. Этому нужно приучать, да, и не допускать, чтобы дети пили из одной бутылки. То есть, один стакан индивидуально должен быть, одна бутылка должна быть. И всегда, когда детей отправляют на улицу, да, позволяют там самостоятельно гулять, ребёнок должен быть обеспечен чистой питьевой водой. Ну, и кроме этого, стараться не покупать продукты или не питаться в таких местах, которые сомнительные, да. Все эти вот развалы, рынки, какие-то забегаловки, да, они всегда вызывают опасения в этом отношении. Если нет доверия к продукту или к месту, где вы употребляете, лучше, конечно, перетерпеть. Это позволит вам не заболеть и не попасть на больничную койку, безусловно. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Ну что ж, дорогие телезрители, на этом наш разговор о медицине сегодня подошёл к концу. Желаю всем здоровья. Ваш доктор Смирнов. Продолжение следует...